В Латвии насчитывается около 20 различных украинских объединений. Венсполское общество Кабзарь было создано одной из первых, 20 лет назад. При обществе действует ансамбль Мрия, благодаря которому в городе знают и любят украинскую песню. В этот раз в Венсполсе собрались не только музыкальные коллективы. Из Львова гостила писательница Надежда Черкас. Эта книга посвящена украинцам, которые живут за границей. Она полна и печали, и радости. Книга называется «Мачеха чужбина». «Мачеха – она ведь не родная мать. Мне хочется, чтобы Латвия стала родной матерью для латвийских украинцев. И я верю, что так оно и есть». Богатые возможности украинского народного инструмента «Сапилка» продемонстрировал «Сапилкарь» Богдан Кравченко. Началось все со средней школы. В школе был такой предмет – игра на «Сапилке». Мне понравилось. Я пошел в музыкальную школу. Был очень хороший преподаватель. Затем я пошел в музыкальное училище. А теперь учусь в консерватории. Можно играть в любые произведения, начиная от скрипичных концертов, концертов для флейты и заканчивая народным творчеством. Дни украинской культуры – это возможность лучше узнать культуру другой страны, а для самих украинцев – возможность встретиться с соотечественниками и узнать, как им живется, особенно сейчас, когда в их родной стране идет война. Во Львове у нас все хорошо, но в Украине, вы знаете, неспокойно. Конечно, не хочется такой праздничный момент омрачать информацию о войне, но это происходит, и душа болит. Ведь ни одна политическая программа, распри между политиками, не стоит ни одной детской слезинки. Матери, которые ждут своих детей, и не дай Боже, матери, которые хоронят своих детей – это насущная проблема Украины. Когда-то приехали просто в Латвию здесь, остались жить, пустили свои корни, у нас уже внуки и дети. Конечно же, у нас на Украине остались родственники в разных областях. Украина большая на самом деле, поэтому поддерживаем, ну, конечно, и морально, и материально. И сюда приезжают к нам дети, которые тоже поддерживают лагеря. Да, вот в этом году тоже организуется такой летний лагерь. Дни украинской культуры проходили на сценах детских городков. Зрители наблюдали яркую программу с участием коллективов из разных городов Латвии и Украины. Особенно колоритным и снискавшим бурных аплодисментов зрителей стало выступление бандуристок из Херсона. Музыка 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 Музыка